Продолжение следует... Там будет все мило, няшно. Почти мило, почти няшно, но не важно. Я работаю в компании в 2013 году. Мое время перепродавалось в другую компанию, где мы помогали улучшать архитектуру проекта. Мы помогали им по-разному классы задачи. По-архитектурным, консультировали архитектуру. Там буквально все, что можно придумать, начиная от деплой, заканчивая, не знаю, как грюблин деплоймент настроить. Вот все, что можно было придумать. У этого проекта, он долгий, очень долгий. Он начинался с 90-х годов, возраст примерно с меня. Они писали интернет-магазинчики. Разные интернет-магазинчики. В 90-х они там написали какой-то интернет-магазинчик в одной отдаленной стране и использовали кодовую базу на С++. И просто глазки текли, но они это писали. Затем наступили новое время, они решили это все взять, переписать. Все так прекрасно. Другая команда, другой интернет-магазинчик. Все так прекрасно, замечательно. Но наступил 2013 год. Ну, точнее, с 06 по 13 они написали еще один магазинчик. Все еще. И в какой-то момент они поняли, что, короче, этот бизнес как-то не очень масштабируется. И решили написать большую жирную платформу для написания интернет-магазинчиков. И они придумали очень интересную архитектуру. У них есть сверху, в самом верхней, это Nginx, который прикрывает маленькие магазинчики, которые собираются на ноде JS, ну, API фактически. А за API они ходят в платформу, которая тоже прикрыта Nginx. И вот благодаря тому, что вот есть бабушка в Италии, которая делает одну пару обуви, ну, ладно, в месяц. И она хочет это продавать. Вот это их клиенты. Маленькие люди, которые не хотят пилить магазинчики, хотят пойти, натыкать кнопочку и сделать свой. И этот бизнес масштабируется, масштабируется. Все хорошо, магазинчиков больше. Маленьких магазинчиков, SPA, вот все модное. Но как бы первое, у такой платформы продублированы дважды и HTTP, и WebSockets, и все на JSON, слава тебе Господь. Потому что раньше там был XML, HTML, и вот все те штуки, которые с 90-х годов и там по сей день иногда всплывают в продакшене. И это прям как-то так страшно-страшно было. Вся платформа выглядит очень просто. Есть набор Nginx, который балансирует нагрузку между медлами. Задача медлов – кэшировать данные. Задача бэкэндов – кэшировать по-другому данные, потому что они отвечают за консистентность. Медлы забрали последнюю версию магазина, забрали последний прайс-лист и как бы все. Ну, еще они иногда пишут в очереди, когда есть мутирующая операция. Не innovation designation. Но в день эта махина вся огромная, генерит 500 гигабайт логов. Причем это такой усредненный показатель. То есть в лучшее время она может и терабайт написать. Но вот средний показатель по больнице – это 500 гигабайт. У этой всей системы есть много видов мониторингов, есть много финансовых мониторингов, потому что у магазинов 90% времени они показывают информацию, и лишь 10% времени они что-то продают. Ну, то есть так бывает часто. Ты ищешь, не знаю, ноутбук, ты смотришь там 20 версий ноутбуков, находишь один тот самый, и типа раз – продажа, победа. И, соответственно, чтобы это все провести корректно, там есть разные пути, там можно с визой проинтегрироваться, можно там через третьих сторонних, но в конечном итоге вам нужна какая-то сущность, которая проинтегрирует, и ведет всю отчетность на складах, ведет в продажах и, короче, сводит. Условно давайте называть это финмониторинг. Log storage. Log storage – простая вещь. Она, все то, что генерится всеми видами мониторингами, всеми видами бэкэндов, всеми видами платформы, все сваливается на log storage. И классический мониторинг – это мониторинг, в который складываются какие-то метрики, ну, которые программисты думают, что нужно отлавливать. В лучшее время оно генерит весь мониторинг, финмониторинг, вот это все, еще 200 логов. И с этим бывают иногда проблемы. Ну ладно. Так примерно взаимодействует. То есть в тот момент, когда началась какая-то продажа, middle инициализирует сходить в несколько мониторингов, провести операцию через очереди, и через некоторое время у бэкэнда появляется задача обновить все, что лежит в базе, и протолкнуть назад. Ну и, соответственно, вся эта операция возникает минимум по 15-20 этапов записи в лог. Если мы видим простой кейс, когда пользователь просто смотрит там свою версию ноутбука, или смотрит свою версию тапочек, ну мы сходим в мониторинг, сходим в лог-сторедж и все. И, как вы можете догадываться, на такой платформе 90% времени это мы читаем, 10% пишем. Ну и, конечно, у любого порядочного мониторинга должен быть свой мониторинг. Вдруг тот мониторинг сдох. Ну, как бы, надеюсь, у всех так, да? Что, нет? Так, народ, срочно припиливаем мониторинг к мониторингу. Во, правильные мысли в зале, монитор мониторингов, да. Вот, и вот есть такая махина, и ко мне периодически, пока я занимался улучшением производительности всей этой халабуды вот здесь, приходят девопсы и говорят, вы знаете, у нас там периодически какие-то проблемы. То с деплоем, то некоторые контуры отказывают, а мы об этом знаем слишком поздно, хотя мы смотрим влоги, мы смотрим в метрике, но иногда, ну, типа, пять минут — это критическое время, на самом деле. Идеально это, типа, вот здесь сейчас, типа, не больше, чем пару секунд. Вот, и смс-ка девопсу должна прийти. Вот это идеально. Но так не бывает. Но иногда куашники приходили, говорят, а можно как-то узнать, что вот мы оттестировали фичу локально, фичу глобально, но на пройде оно уже тоже иногда тестируется, там, сплиты, тесты, слава тебе, господи, никто не отменял. И самое главное, иногда приходит бизнес и говорит, а можно узнать вообще фича рентабельно? Вот вы там потратили шесть месяцев разработки, написали, а вот как оно? Ну, а по логам, как бы, ну, генерятся логи, логи ротатятся, оно не innovation designation. А бизнесу все-таки иногда хочется понимать. Почему я на этом немножко заостряю внимание? Потому что сам бизнес, ему типа с 90-х, и вещи, не все вещи могут, типа, сразу дойти. То, что сейчас всем кажется очевидными, на протяжении вот этих 20 с чем-то лет, или даже больше, 30 практически, не всегда было очевидно, и как бы люди новые приходят, меняются, поэтому не удивляйтесь, что я немножечко капитанию. Ну, и у меня есть любимый менеджер, Алена, она умеет давать очень быстрые, мощные пинки проекту, чтобы он, как бы, всегда есть в команде два типа людей. Люди, которые делают здесь сейчас, и люди, которые дают пинок, чтобы проект летел вперед. Вот Алена одна из таких. Она, типа, может в 3 часа ночи позвонить кому-нибудь, сказать, а вы нам обещали на деплоги, а где коммит в мастер? И она в какой-то момент приходит и говорит, ты знаешь, Саш, ты поговорил со всеми, с тобой все поговорили, и у меня, и у тебя, наверное, сложилось ощущение, что надо сделать какой-то агрегатор логов, чтобы, ну, как бы, обогащая логи эти, можно было какую-то полезную информацию получить, а то как-то вот сложновато, ну, как бы, ну, как бы, ты же не заставишь грепать параллель грепом бизнес? Ну, ладно, девопсов и куашников, еще как-то можно заставить все погрепать, но, как бы, бизнес, не-не-не, бизнес, ну, как бы, не умеет в среднем такое делать, он умеет что-то простое сделать, посмотреть в отчеты и сказать, делай так, не делай так, или пойти что-нибудь рекламу закупить. Ну, они, короче, меня все поймали, и я понимаю, короче, сейчас сажусь сделать, что все хотят? Хотят большую красную кнопку и красивый отчет. Ну, то есть, ты спрашиваешь, какие требования, кнопка и отчет, вот все, еще хотят отчет в PDF обязательно или в XML, но обычно этого всего я не люблю делать, в лучшем случае интерфейс интерактивный, который фронтендер напилил, там подпилили сзади бэкэнд, и типа все зашибись. Смотришь на это, думаешь, а как же, обходить эту всю махину сложно, но у нас, слава богу, есть мониторинги. И не забываем, у нас есть 700 гигабайт трафика лога в день, который, в принципе, можно, обогащая разными способами, что-то полезное получить. Логически получилось немножко разбить задачу на две составляющие. На дата-агрегатор, который берет кусочек маленький лога, ходит в множество сервисов и кладет в базу какой-то ответ. И самая простая часть этого, это есть маленький бэкэнд с базой и небольшой интерфейс, который налобал фронтендер, пока я стоял с ножом у горла, чтобы он писал, а не занимался инновационным джаваскриптом, внедрением или перепробованием 25 тысяч фреймворков. Но есть как бы проблемка. Логи меняются часто. Ну, то есть там может быть бинарный лог, в какой-то момент там мы заставили всех сделать джейсон, одни извращенцы накрестили джейсон и вот это все. Поэтому надо как-то уметь хранить неструктурированные данные. И как бы вот без этого как бы никак. Да, и мы взяли bongo.db. Документы ориентированные, понятные, можно положить в разных форматах, можно там экспериментировать и самое главное формат на лету. Если что, можно переконвертировать, допустить еще один скриптец и он себя обновит. При этом не сломая все остальное. Ну, что? Монго, монго. Полетели, утвердили на всех уровнях. Собралось у нас два человека, я и мой коллега. Пошли пилить. Самая простая часть доклада. Большой зоопарк монги, бэкэнд раз в несколько минут обходит все монги, кладет собранный отчет в свою локальную монгу и раз в некоторое время бизнес или еще кто-то заходит во фронтенд и смотрит красивые не PDF-отчеты, а просто вот таблички красивые. Все, это самая простая часть моего доклада. Начинаем самую прикольную часть моего доклада. Это про агрегаторы. А, слайдик потерялся, прикольно. у нас есть лок-сторадж. Лок-сторадж агенты, которые сидят на мид-лак, бэкэндах, ну короче, везде, где только могут, шлют или с логом, или своей механикой на машину, лог, который раз в некоторое время ротейтится. Обычно он ротейтится от одного дня или один день, или в течение недели он может ротейтиться, частями или полностью. Поэтому, как можно догадаться, появляется первое такое условие, что надо успеть, не потеряв данные, их хоть как-то обработать, чтобы их постфактумом перекладывать тысячу раз, не потерять хоть что-то цены. А вдруг там, не знаю, был какой-то пик продаж, это было связано, не знаю, с рекламой, а мы, короче, это потеряли, а теперь аналитики нет, и придется опять наугад понимать, как выстроить эту воронку продаж. И бизнес будет на нас ругаться. Ну, ругаться нет, но хмуро на нас посмотрит. Вот. На каждом из сториджей установлен агент. Ну, это наша первая придумка, потому что агенты уже были на всех машинах. Эти агенты чуть-чуть подучим, и он будет писать в Монгу. Наш кластер Монги, который был, ну, очень большой, лошадиный практически, вот от такого не выдержал. Просто записать, а потом переложить, ты, короче, перекладываешь, типа, лог красиво в Монгу, потом бэкэндик приходит и там это анализирует, в кучу мест необогащенные данные, и смотреть, действие номер 8200 было совершено в 9 утра. Что это за действие? В какой мониторинг сходить? Ничего не понятно. Монга перегружена, все перегружено плохо. Надо поставить какой-то промежуточный слой между агентом Монгой, который будет, а, обогащать данные, б, делать их более-менее агрегируемыми и цифровать, если там, ну, не знаю, принты, там плюсовые разработчики отлаживаются обычно логами, поэтому они там какие-нибудь магические слова воткнули, там, где есть, там, не знаю, а звездочка, а звездочка, которые они могут отгрепить, и все прекрасно, а нам такое не надо, ну, потому что это дебаг-лог, ну, как бы, а они, в принципе, могут отлаживаться на продакшене, если они ночью договорились с девопсами, и это, короче, никто не контролировал, ну, иногда так бывает, это же молодой бизнес, ему, типа, меньше 30. пусты. Как бы, вот, application, соответственно, по HTTP, TCP или WebSocket, потому что в тот момент начался немножко хаос, должен уметь ходить в fin-monitoring, потому что fin-monitoring поддерживает все типы интерфейсов, где-то это XML, где-то это JSON, но надо уметь туда ходить, обязательно. Соответственно, и мониторинг, у него есть набор, слатья, господи, только HTTP-ручек, в который ты ходишь, получаешь здесь сейчас ответ, обогащаешься и живешь радостно. В некоторых крайних случаях просто идем в Mongo и пишем ответ. В некрайних случаях иногда надо что-то почитать из Mongo, а потом только записать. Вот еще один прикольный кейс, когда тебе надо сходить в третисторонние партнерские сервисы и что-нибудь оттуда взобрать, чтобы обогатить логи. Ну, соответственно, как поступили люди в лице меня, взяли понятную вещь. Торнадо. Все знают, что такое торнадо? О! А вот правая самая часть зала там мало рук. Вы или неактивны, или торнадо не знаете, что это такое. Ну, слава тебе, господи. Так, просьба не комментировать из зала про слово twisted. почему взяли торнадо? Маленький дисклеймер. Там, в принципе, неплохой синхронный клиент. Он там чечен в некоторых кейсах, интересно, но, тем не менее, из всего того, что есть готового, он и хорош. Немножко обернули его, немножко в ООП завернули, чтобы это было красиво, и ушки торнадо не торчали наружу совсем. Обернули, получилось как-то вот так. Ничего инновационного, никакого инновационного диссигнейшена, слава тебе, господи. В зависимости от того… Давайте, пожалуйста, просьба, комментировать громко или не комментировать. Спасибо. Мы, ну, видишь, к чему там развивается питон, там, краем глаза, читая пепы, ты там… А это было в 13-м, напомню, году, там еще yield нормальный, слатья господи, на 3-2-3-3, и только на 3-4 yield from, насколько я помню, если я даты не помню, появился. Ну, как-то там так. Вот. И мы решили заранее сразу себе подсилку поселить, и сразу… У нас есть свой декоратурка рутина, который инкапсулирует себя как и магию питона, так и немножко нашу специфику, потому что нам надо защищаться от перегрузок, поэтому у нас, как вы помните, есть инжин-иксы, а если инжин-икс и есть агенты, если агент получает internal server error, он пробует… Ну, и инжин-икс перепробует все внутри load balancer, и тем самым позволяет сделать тупую backpressure, которая занимала у нас 200 строк всего лишь. Это прекрасно. Так вот, возвращаясь, вот такой метод put делает все понятно, читаем асинхронно данные сакета, ищем, ну, пытаемся что-то там запроцессить внутри, и в принципе все хорошо. Маленький метод аналайз делает очень важную и при этом самую ценную работу. Он смотрит в боди, где, разбирает его и понимает, какой набор хендлеров надо достать отсюда, чтобы запроцессить все боди. Больше ничего нет. Фактически каждую новую версию лога можно подержать просто отнаследовавшись где надо и добавив набор, специализировав функцию аналайз. Да, нас покидают самые сильные. Вот. Мы решили, что использовать хендлеры, которые наследуемы, это не очень хорошо. Мы решили их сделать в свободной функции, в которой мы специальным образом обрамляя торнадовский аппликейшн и обрамляя инжекти дополнительную информацию, мы в свободную функцию передаем контекст. Контекст также является крутиной, также обмазывается yield впоследствии yield from и делается множество интересных действий. Действие номер один. Любая такая задачка скорее всего обязательно должна сосходить в третисторонний сервер. Значит, нам что надо правильно? HTTP, клиент. Мы достаем клиент, берем этот хендлер, берем запросы, URL параметры, все на event loop складываем как background job и ждем и ждем она исполнится когда-нибудь в этой карутине. То, что мы туда отправим, тоже карутина. Потом все хорошо отработало, ходим в базу, в базу мы ходим таким же способом, разваливая задачи на background для иолупа и в какой-то момент когда-нибудь мы домучив event loop и когда он проживет все эти задачки исполнят. Это маленькая условно задачка. Вот бывает хуже. Бывает вот когда вот так. А еще хуже, когда ты начинаешь осознавать, что это все не работает за 200 миллисекунд, как нам рассказываете, что вообще хороший веб должен все отдать за 200 миллисекунд, иначе это плохо, и наворачивает тонны кэша обычно это. У нас кэша не получится, у нас все данные динамичные, поэтому ответ это оптимистичные оценки. Пессимистичные оценки выглядят до минут обычно, от 200 миллисекунд до минут. Это более-менее еще оптимистичная оценка. И ты так на это все смотришь и понимаешь о, моща, все хорошо. Делаешь первые замеры. Что такое MPM? весь лог мы дробим на набор маленьких сообщений, которые мы должны мы отправляем один мегабайт лога в минуту. За одну минуту маленькими порциями мы отправляем все в наши сервисы. Тем самым появляется первое. M это месседж. Размера один мегабайт доходящий за одну минуту. Ну и соответственно мы получаем вот какие-то такие ходовые характеристики, которые мягко говоря не очень радуют. И если мы будем в одну ноду это все процессить, то мы за полтора дня вроде успеем. И даже по нижней границе мы тоже успеваем. Ты так думаешь, а почему вообще ни у кого червячок сомнений не ожил в тот момент, а зачем вообще метрика нужна? Метрика нужна, потому что когда ты делаешь новый сервис, тебе надо относительно разного набора требований оптимизироваться. Без этого не получается выпускать новые фичи, а вдруг у тебя предыдущая версия работает лучше, а эта фича деградирует какие-то показатели. Поэтому мы будем весь наш проект оптимизировать относительно метрики, которая выглядит следующим образом, как быстро мы можем запроцессить лог. Мы так пристально посмотрели в торнадо, долго упорно, и выписали набор вещей, которые нас явно не устраивают, которые явно тормозят. А те, кто видел торнадо под нагрузкой, он в принципе в цирке уже не смеется. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Мы нашли, что, как правило, течет, когда ты пытаешься много и упорно делать, парсеры, URL-парсеры, дикшнеры, которые переваривают файловые дескрипторы, контейнеры для хедеров, и мой любимый, как мне казалось в тот момент, хттп-клиент. И самая главная боль, это когда лук начинает внутри процесситься, и у него есть питон-контекст, специальный отдельный класс, который, мягко говоря, мог быть и более оптимальный. Ты так думаешь, думаешь, долго и думаешь, а давайте немножечко напишем на C++, компактненько будет, красивенько будет, и хорошо, вот мы уже кого-то потеряли. Селениум видимо поглотил людей. Вот, ты так переписываешь большой кусок на C++, радуешься, бенчмаркаешь, а, прошу прощения, не бенчмарк, замеряешь количество кода на C++ и на питоне. Вот, было, в принципе, не очень много кода на питоне, там, порядка четырех тысяч строк. Стало на тысячу всего больше, а C++ до десятки сразу догнал. Ну, конечно, ты в торнадо, который, понятно, как работает, добавляешь бесконечное количество плюсовых extension, чтобы это все стало больше. Но, слава богу, как бы, извините меня, это стоило того. И в одну ноду процессинг стал лучше. И как бы, типа, все, победа, идемте, выходим. На самом деле, нет, мы ускорились в полтора раза. Да, мы уже процессимся не за полтора разу, не за полторы сутки, не за сутки, но за какое-то условно меняемое значение. Но все равно это не так хорошо, как хотелось бы. Ты начинаешь пробовать вот эту схему масштабировать. Как масштабировать? Просто. Берем N машин. Почему N? N подбирается, исходя из того, насколько есть бюджет на это и сколько можно потратить. Каждый, да, да, немножко капитанство, но если это не сказать, то доклад неполноценен. Я понимаю, вы грустные немножко, но неважно. И мы начинаем на каждый, подбирать набор характеристик на каждой машине таким образом, чтобы запустить ни один, ни два, какое-то разумное количество инстансов аппликейшена, чтобы с ним было все хорошо. Затем ты прикрываешь все эти машины NGX, и вообще, в принципе, остается только один вопрос. А как ты локально на этой машине несколько инстансов поднимаешь? Мы решили поступить в 2013 году очень странно. Мы решили взять Apache, немножко дописать туда C++ кода и лоа. И полетели на этом. Ну, в принципе, какой-то прирост всей этой халабуды мы получили. В принципе, это тоже неплохо. Да, по коду мы улетели глубоко дальше, но перформанс-то вырос, стало лучше, и ты так думаешь, о, мы молодцы, классно сделали, пофиг, что тут еще больше кода на C++, зато о, перформанс, питон почти не трогали, а ух, взлетело. Потом я на это так смотрю, смотрю и думаю, не, с Apache в 2013 году ну, что-то как-то у меня психика может не выдержать. Да, выпилили Apache, оставили C++ и лоа. Хорошо, приятно. Не так классно, но приятно. Ну да, немножко больше стало строчек кода на C++. В принципе-то не пугает же C++ никого. Ну ладно, меня по крайней мере не пугало. А питон как бы бизнес-логика, бизнес-логика, все хорошо, утаптываешь, прекрасно. Да и как бы перформанс там растет так нехило. Чуть-чуть переписали, балансер изменил механику инициализации инстансов при падении, немножко улучшились ходовые характеристики, вы кое-где файловые дескрипторы начали, разные магические параметры для того, чтобы их улучшить. Все прекрасно как бы работает, вот, замечательно. Ну да, мы так тоже думали. Потом решили оптимизировать следующую часть. Мы же помним, что у нас как бы в базу может там достаточно долго ходить и читать больно, и писать больно, и все больно. Ну да, поставили все, проекти, да, как бы логично на самом деле. Зачем он нужен? Если у нас частые запросы, то мы их закэшируем прозрачно для драйвера. Почему там не написать то же самое на питоне? В тот момент драйвер пай мотор, если мне память не изменяет, он как бы притворялся красиво асинхронной оберткой, но не был настолько синхронным, чтобы нормально можно было это все пружинить. А, в Торнадо Бесса сделал действительно асинхронным. Я реально убил почти день на то, чтобы проверить эту гипотезу. В 13-14 году это было так. И самое логичное, поставили перед Mongo-кластером еще прокси, который просто тупо кэширует кучу параметров. Очень удобно, очень надежненько. Самое главное, latency запроса уменьшилась. Почему это важно? Потому что файловые дескрипторы в основном приложении начали умирать быстрее и перерождаться. Тем самым количество падений уменьшилось. А это приятно. Плюс еще latency на ответ базы. Ну да, стало еще больше плюс-плюс кода. И питодов все-таки немножко подросло в количестве. Вроде хорошо, приятно, огонь. Ну да, мы решили, что как бы свой кэшик не очень хорошо, а еще иногда приложение может захотеть в кэшик читать. Мы выработали такую систему кэша, чтобы в него, если что, application тоже смог сходить. Ну и взяли Redis. Ну как бы хорошее, понятное решение. Самое главное, писали не сами. Это самое главное в этом. Да, но как бы Redis, лучше Redis-классер. Да. Много Redis, больше Redis, все хорошо. Ну да, подросло еще количество плюс-плюс кода. Ну оно не настолько много подросло, чтобы, короче, расстраиваться. Вот. Мы решили, что событийный цикл, который мы подпилили пару недель назад, в кавычках, ну недостаточно хорош. Ну что-то вот в питоне, то ли в сети, то ли еще где-то вот на каких-то слоях питона и стандартной библиотеки тормозит. Ну явно оно тормозило. Ты смотришь в бенчмарке, смотришь в профайлер, но видишь, что вот тормозит вот именно в этой части. Ну и думаешь, о, хорошая, классная тема. Давайте мы попробуем взять LibEway, который в принципе очень шустрый, почти на всех платформах, и заменить его событийным циклом. Вообще летает. Летало. С 2014 по 2015 год вообще идеально летало. Как мы это завернули? Мы же опять, мы же не очень глупые хомячки, мы делаем правильно, чтобы мы могли расширяться потом. Соответственно, у нас есть луп отдельный, у нас есть луп для торнадо. Ну и добавили еще один. Простым наследованием очень приятно. Ну, подковырнули в двух местах торнадо. Ну, не страшно. Ну, там, чуть-чуть, чуть-чуть запатчили. Вот буквально патч был придуман за 43 минуты, а внедроен еще примерно за столько же. За 40 где-то. Может, 43-45 где-то. А что, хорошо. Коды ненамного опять стало больше. Ну, как бы, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, все приятно, прекрасненько. Да и перформанс, в принципе, уже достойный. Никто не жаловался, там, бизнес не прибегал с фразой, а можно побыстрее, пошустрее. Потом прибегали к фронтендеру с фразой, а можно нам выгрузку написать какую-нибудь прикольную. Ну, вот, правда, бэкэнд не занимается выгрузкой данных в какие-то странные форматы, типа PDF или XML. Ой, как это меня радовало. Но, как бы, эта история закончилась в 2015 году, и ко мне тут недавно, пока я там условно ходил в отпуск, менял работу и вот это все, наступил 2018 год. Я, отдыхая, радуюсь, так все прелестно, мне пишет Алена после того, как я к ним сходил на корпоратив, говорит, Саша, ты знаешь, помнишь проект? Да, помню. Вот тот самый, да, тот самый, классный такой, няшный. Ну, что, огонь, огонь. Я говорю, хочешь помочь? Я говорю, ну, а что не помочь? Я сейчас как бы в поисках себя и вот этот весь глубокий смысл. Я говорю, ну, ты помнишь же количество кода на C++, помнишь количество кода на питоне и помнишь перформанс. Надо обновиться. В тот момент, когда мы уходили, был питон 3.3.3.4 и был именно там. Мы прошли вот эту всю страшную процедуру с yield на yield from в правильных местах, потом все на собакокрутины. И меня хотят выгнать. Неправда. У меня все ходы записаны. Неправда. Вот. Ну, короче, начали смотреть, что можно повыкидывать. Начали с понятной вещи выкидывать. балансер, который имеет некоторую особенность плюс запускающий. На что заменили? Первая итерация. Взять систем D с набором правильных правил запуска инициализации питон сервисов и циркусом и воткнуть OpenRest, потому что там в тот момент как бы буквально на следующий день я понимаю, что от OpenRest и Lua тоже можно отказаться. И просто набор правильных урлов нас спасет. как бы все, слава тебе, господи, теперь у нас балансер, в нем нету стейта, все прекрасно, просто проксируешь. Ну, да, Nginx, конфиг, распух там с пары строчек до что-то порядка двух или трех тысяч. Ну, не страшно. Его девопсы поддерживают, не наша проблема. Ну, да, солидно, все хорошо. все оценили, да, приятно. Потом смотришь вот на это innovation designation и думаешь, ну, как-то, ну, ладно, в 13-15 году это было оправдано и вроде даже было логично. Нет, в 2018 году это хорошая связка. Ну, то есть, это единственная сейчас живая связка, которая работает, ну, как бы. Но есть нюансики. И там у нас был торнадо аппликейшн. Ну, я недолго думая пошел и отнаследовался. Ничего инновационного, просто красиво взяли класс, отнаследовались, сделали у наследника там пару методов обновили, дописали прелестно. Следующий этап. Надо луп поменять. У нас же есть EV-луп, который самый быстрый, который самый прекрасный. Ну, да, тем же способом просто отнаследовались, заинкапсулировали и в одном месте метапрограммирование миксины добавляли, чтобы это не светило вроде в интерфейсе, но семантически можно было подменять, чтобы удобно было. Дальше нам тоже помогают миксины. В их HTTP можно сделать это через Vue. Обычно там это любят через свободные функции, но 7-8 кто как хочет готовить, ведь вот так можно получить это все легко и просто типа за пару часов. Переписывать все потроха долго и больно мне показалось, поэтому простой способ с миксиной и наследниками зашел быстрее. Код в принципе не изменился. Добавился в одном месте асинг в другом слове миссия вейт внутри бэкграунд джоб. У нас уже наш асинг и олуп и он прекрасен. Поэтому все те хитрые приседания с самописанными футурными промисами, которые используют предыдущие, можно в принципе выкинуть. Это реально. Там есть нюансы как это поперезаворачивать, чтобы это стало более-менее красиво, но тем не менее жизнеспособно. Да-да, спасибо. Я же все равно заканчиваю, меня не выгонить. Вот. Наши свободные хендлеры в принципе стали компактнее. Они больше не наваливают множество мелких событийных задач. Теперь у тебя есть одна бэкграунд джоба, которая создает одному хендлер процессингу для конкретной версии лога и погнали. У тебя одна бэкграунд задача, которая эвейтами очень хорошо процессится. Самое главное, это становится сразу более очевидно для разработчиков, которые не смотрели во фреймворк. Это просто сильно понижает уровень разработки. Ну, не сильно уровень разработки, а порог вхождения сильно падает. И это местами реально проще и полезнее. Да. Плюсового кода становится значительно меньше. Реально очень приятно, когда ты можешь вот это все старое выкинуть и не поддерживать, потому что уже есть готовые подходы. Потом начали думать. Ну, ладно, начал думать. Это правильно. Вообще, как бы, если там уже, в принципе, нормально, асинк подтянулся, уже есть эвейт и вот это все, скорее всего, и драйвера, наверное, улучшились. Значительно улучшились. Многие драйвера стали работать действительно синхронно, а не псевдо-синхронно, чтобы просто поддержать синтаксис. Реально более производительно. Ну, да, взяли и выкинули. Зачем нужно то, что не используется? А менеджерить в аппликейшн лейере это реально удобнее, потому что ты можешь управлять всем событийным циклом, управлять памятью, управлять кэшами сам. Ну, да, стало еще, в принципе, лучше. Осталась маленькая незначительная часть плюс-плюса, да и то только в тех местах, где еще надо было поддерживать JSON, в котором лежит бинаризированный лог зачем-то. Ну, сказали им сделать логи в формате JSON, но они что берут? Берут. Обжект открывается, дата равно, бинарный кусок отправили. Ну, да, иногда так бывает. Ну, а что, простой способ сделать JSON-логи. Взяли то, что бинарное, положили в логи. Последняя оптимизация, которая на самом деле пришла просто логически, это добавить UV-loop. Он внутри умеет гораздо лучше, чем стандартный асинкошный луп обрабатывать и входящие запросы, и обрабатывать файловый дескриптор и пожирать в некоторых местах меньше памяти. Последняя понятная оптимизация. И, в принципе, C++ стала порядка 2000 строк, я думаю. Где-то так. Да. 15-18 год. Много плюсов. 18-й год мало плюсов. Приятно, поддерживать удобно. Команда вокруг, после того, как я обновил это до всех новых технологий, неожиданно питонисты стали приходить и наниматься к ним лучше, потому что а, современные технологии, б, им не надо знать и C++ в таком объеме. Питон кода, блин, извините меня, бизнес-логика растет, все растет как бы много. Перформанс не изменился. После того, как мы выпилили такое бесконечное количество C++ кода и перешли на новый питон, на нормальные драйвера, на асинхронный способ обработки всего, чего только возможно, перформанс не изменился. На дворе слойте, господи, 2008 год. если можно не платить так много денег и написать просто, давайте делать что-то просто. Синхронное программирование не очень просто, но в нем можно разобраться. А вот как вот это все занаследовать, заинкапсулированность плюс-плюс-плюс и больно. У меня как бы все. Готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Саша. Очень классный, веселый доклад. У нас совсем чуть-чуть времени осталось, поэтому коротенькие вопросы, потому что из вопрошающих Саше надо выбрать лучшего и дать ему книжку. Я просто прям даже не знаю, какой из вопросов задать. А ты задай любой. Сейчас задам вопрос. Давай. Ты точно стоишь, да? Да. А почему Монго? Это вопрос на самом деле не с потолка, сейчас без шуток даже, потому что сегодня есть такая штука как кликхаус, например, который, мне кажется, очень должен зайти для этой задачи. Смотри, было первое. В кликхаус нельзя положить неструктурированные данные. Их надо заранее очень сильно приготовить. Первое. Второе. переписывать уже ту дата-модель, которая была, сложно. Она так спроектирована, чтобы количество версионируемого лога могло плюс один, плюс один, плюс один. Все, к чему надо структуризировать данные, оно не подходит. Ладно, я понял. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос, если бы к 15-му написали столько C++ кода, нафиг у Python тогда не выкинули? Зачем им эти 5000 строк кода на Python? Не так. Хорошо, уел. Смотри, на Python приятно писать асинхронщину. Ну, то есть, написать асинхронные сервисы на Python это приятно. Во-вторых, как бы масштабировать его я сходу знаю, как. А с C++ есть набор нюансов. Во-первых, команду плюсовых веков сложно найти, чтобы она пришла и всю жизнь работала. ну, потому что это связано с тем, что команда вообще плюсовых разработчиков, которые идеально подходят друг к другу, сложно найти. Питонистов проще найти. Первое. Во-вторых, поддержка C++ с кода, она и так была во всей платформе. И как бы и получалось так, что мы или кого-то выдираем, там как бы косты, это все косты, как разложить кост. Питон укладывался по многим параметрам, поэтому и выбрали. Удобно, красиво, приятно, асинхронненько и достаточно шустро. Раз-раз. По поводу быстродействия и питона. По собственному опыту, мне приходится заниматься чем-то подобным, но в более малых масштабах. И когда на первых слайдах были написаны обработчики данных, датамапперы, мне очень пригождалось по быстродействию использование пандаса. И засовываешь датафрейм, мапишь все данные, передаешь дальше, это достаточно быстро и удобно. Ну, пока пандас, правда, ведет себя предсказуемо, когда ты начинаешь сравнивать данные, там уже есть и свои проблемы. Не думали его использовать? Смотри, если у тебя задача класса cpu-bound, ты прав. Здесь большая часть времени это очень умно подождать, пока тебе внешний сервис ответит. то есть собрать XML, перегнать его в JSON, а потом смапить с теми данными, которые были, это, типа, самая меньшая из моих была проблем. Большая часть правильно подождать ответа от другого сервиса. Понятно. Ну, то есть там она и обаунт, а задачи, связанные с обработкой, они очень малы по времени. Именно ответы многих сервисов до десятка, а то и минут могло доходить. Понятно. У меня просто другой опыт, когда там приходилось по миллиону записей. Не, если задача укладывается в концепцию по убаунт, погнали. Ну, то есть для каждого случая свое решение, свой инструмент. Спасибо за доклад. Стало ясно, почему не целари. Вопрос другой. Почему не мультипроцессинг? Потому что, насколько я знаю, в 2015 году мультипроцессинг был, и он работал вполне хорошо. Смотри, там не было мультипроцессинга. Там C++ код и Apache занимал… У Python есть модуль мультипроцессинг, который позволяет тебе работать в асинхронном режиме. Смотри, ты пропустил видимо нюанс. Мы масштабируемся независимыми инстансами, у которого есть своя память, и мы не занимаемся мультипроцессингом. Это тот кейс, когда простыми частями проще отмасштабироваться. Я не помню, кто-то, мне кажется, пару недель назад рассказал, что у ВКонтакта похожая механика. Они что делают? Берут много инстансов, PHP перегоняя C++, и у них много тонких клиентов. Вот надо им горизонтально набираться в тысячу раз. Каждую машину берут, сколько-то инстансов запускают, балансер натянули и погнали. Принцип такой, что зачем городить многопоточку или мультипроцессинг, если можно независимым инстансом и балансером сверху? Я ответил на вопрос? Я готов кулар более детально обсудить. Привет. Спасибо за доклад. У меня два таких вопроса. Скажи, пожалуйста, не было ли проблем при переходе на OVLoop, потому что по моему скромному опыту он очень нестабилен и сейчас сорват на больших нагрузках. Вот ты про эту штуку, да? Да. Смотри, там есть много нюансов с этим связанных, но ты должен любой сервис иметь свойство падать. То есть ты, если что-то запустил, оно упадет в какой-то момент. Придет бабулька уборщица вымоет пол, бага в коде, но ты должен защищаться. Важный момент, что почему там много уровней Nginx-ов и логирования такое? Если что, мы можем всегда лог переподложить и перечитать. Ну да, но зато ты получаешь UVLoop, ты получаешь достаточно быструю штуку для обработки всех уровней. Да, это некоторый риск, но если ты можешь запастись большим количеством логов на нескольких уровнях, то установиться ты всегда сможешь. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Нам ждать от тебя от доклада, как ты все это переписываешь на Галенг? Это интересный вопрос, но я думаю, что нет. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопрос, почему для масштабирования Торнадо писали свои собственные луа с апачем, потом с C++, если там вроде бы у Торнадо есть свой собственный запуск на нескольких воркеров, ну плюс еще на самом же сайте Торнадо заведует супервизор и прочее, прочее. У меня можно ответ будет издалека? Ты циркусом когда-нибудь пользовался? Ладно, микрорассказ, буквально на минуту. Ты берешь циркус и заставляешь его проксировать. Он внутри себя использует Торнадо, и в этот момент циркус магическим образом начинает выжирать все, что только можно. ты ковыряешься внутрь, 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 и, о, течет клиент торнадовский. Это первый ответ на мой вопрос. Второй вопрос, почему и он использует ровно такой же механизм балансировки запросов, как и в Торнадо, который позволяет запустить копиями? Здесь супервизор. Супервизор D. В чем проблема? У тебя у меня C++ код, который являлся еще и одновременно балансером, запускал их. Ну, как бы в 2018 году я не писал свое. В тот момент это казалось хорошей идеей. Ну, то есть как бы эволюционирует язык, эволюционирует библиотеки, эволюционирует подходы. Люди эволюционируют. Да, докеры еще эволюционируют. Все, спасибо большое, Саша. Давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!